Садейна вы раскаиваете? Да, я очень сильно раскаивался садейна. Что-либо есть, что вам сказать, с потерпевшей стороны? Да, я хотел бы попросить прощения. У меня все случилось не специально. Я не хотел, чтобы эта девушка умерла. Я вообще не хотел причинить ей какой-либо бред. Все получилось совершенно случайно. У меня не было злого у нас, как мне. Пошу в суд. Признать Амангалиева Тимирлана Схатовича 1994 года рождения о совершении преступления предусмотрен статьей 106, частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывание лишения свободы прошу определить в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. А этот человек убил моего ребенка, при этом оставив меня без дочери, а мою внучку без мамы. Моя внучка до сих пор зовет и ждет свою маму. Но подскажите, как объяснить двухлетнему ребенку, что мама больше не придет? Он не имел права убивать моего ребенка, хотя мог поступить совсем по-другому. Много способов было забрать у нее деньги и документы. Но он поступил к нам холоднокровно, убил, возил тело моей дочери несколько дней. В итоге сжег ее тело. И все то время, что возил ее, был спокойный. У него даже не было жалости и сожаления, что совершил такое тяжкое преступление. Поэтому прошу вас, уважаемый судья, в рамках закона и в силу вашего опыта максимально наказать убийцу моей дочери. Пять лет мы не могли оказать ей реабилитацию, содействие, избавление от зависимости. И я хочу сказать, что сейчас я был в полгода в тюрьме. Половина людей, которые там есть, они все травмодальщики, они все употребляют психотропные синтетические наркотики. На этой почве они попадают в тюрьму. Они молодые. Вот эти наркотики, травмодалы, я узнал, я в полгода разговаривал с такими людьми. Они в свободном доступе продаются в аптеках. Молодые люди из уязвимых слоев общества, понимаете, они молодые, они дети еще, у них нет самоосознания. Они попадают под это зависимость и творят радикальные всякие... Вот с этим нужно бороться. Я хочу полгорода, вылежат вот эти закладки, этих закладчиков. Вся тюрьма забита молодыми, и они в 2003 году на разных сайтах. Вы же можете, господин судья, уважаемый прокурор, вы же можете оказать, наверное, совести. Закройте эти сайты, закройте аптеки, в которых управляются. Они дети, маленькие, они не понимают, чего. Но я попал в тюрьму, я увидел, насколько это глобальная проблема. Я знаю, о чем я говорю, я видел этих молодых ребят. Наш регион, как мы видим, в потоках синтетических и психотропных... У нас есть. У меня сколок синтетических и страхов. Поделал, я уже сказал, я признаю свою вину, но я не хотел совершать такое преступление.